Добрый день! Меня зовут Екатерина Хрусталёва и я рада приветствовать вас на канале Фурнитура Мастеру. В сегодняшнем видео я вам покажу и расскажу, как сшить такую объемную сумку с деревянным фермуаром. И для изготовления сумочки мне понадобится сам фермуар. Он крепится к изделию на винтах. Вот здесь у него есть отверстие для винтов. Винты это обычные саморезы, они идут в комплекте с фермуаром и закрывается он на внутренние магниты. Для внешней части сумки я буду использовать плотный хлопок. Уплотнять я его буду дублерином. Это не очень плотный дублерин. Сумка должна драпироваться, ткань не должна стоять колом. И для подкладки я буду использовать хлопок обычной плотности. Я выкроила детали из ткани для подкладки. Все детали на листе выкройки приведены без припусков на швы. И я со всех сторон, когда выкраивала, прибавила 5 мм. Дублерин я выкроила без припусков на швы. И я сначала продублирую внешнюю ткань дублерином, приклею его, а потом уже буду выкраивать детали. Дублерин клеевой. Я расположила его клеевой стороной, вот этой вот стороной, на изнаночную сторону ткани. Обратите внимание, если ваша ткань имеет направление рисунка, чтобы рисунок не оказался кверх ногами. Располагайте деталь так, чтобы ваш рисунок, если он имеет направление, был направлен в правильную сторону. Деталь приведена, дублерин я выкраивала без припусков на швы. Поэтому со всех сторон, когда будете располагать детали дублерина, оставляйте расстояние для припусков на швы. И приутюживать дублерин я буду разогретым утюгом. Если ваш дублерин, вы видите, что он может приклеиться к поверхности утюга, то тогда используйте техническую ткань. Проложите техническую ткань, кусочек хлопковой ткани между дублерином и утюгом, чтобы не испортить ни вашу ткань, ни поверхность утюга. И начну я сформирование складок на внешние детали. Я перенесла вот эти отметки с листа выкрык сверху, снизу детали и вот здесь вот сверху детали. И сейчас на уровне каждой отметки я сделаю насечку. Срежу маленький треугольник. Сверху детали у меня будет по две складки каждой стороны, снизу детали по одной складке с каждой стороны. Одна складка справа и одна складка слева. Вот у меня центр деталей, вот первая насечка, вторая насечка и третья насечка. Я совмещаю первую и третью насечку так, чтобы срезы треугольников находились на одном уровне и закрепляю эту складку булавками. И у меня осталось еще три насечки. Точно так же совмещаю первую и третью и формирую вторую складку. Закрепляю складку булавкой. И с другой стороны точно так же. Центр деталей, первая, вторая, третья насечка. Совмещаю первую и третью. И еще осталось три насечки. Раз, два, три. Совмещаю первую и третью. И я закреплю эти складки, проложу строчку, отступая от края 5 мм и зафиксирую складки сверху и точно так же сделаю складки снизу детали. Спасибо. Сразу Продолжение следует... Продолжение следует... И до линии дна складываю детали друг с другом и скрепляю булавками. И с другой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... И небольшой нюанс, чтобы вот здесь не образовывался лишний объем, я начала шов не от края детали, а от вот этого края дублерина. Внизу у линии дна я довела шов до самого края детали. А вот здесь вот у меня шов начинается вот от этой точки. И у детали подкладки точно так же. Сверху я начну шов вот от этой точки, внизу доведу его до края детали. Вначале в конце шва я сделаю закрепку. Сверху я начну шов. Теперь необходимо вшить дно в деталь подкладки и во внешнюю деталь сумки. Я сложу деталь дна пополам и срежу в местах сгиба треугольник. Я сделаю насечку, это будет середина детали. И теперь совмещу эту насечку с боковым швом, с линией бокового шва. С одной стороны и с другой стороны. И потом буду скреплять детали между собой сначала от бокового шва в одну сторону, потом от бокового шва в другую сторону. Сверху я начну швом. Сверху я начну швом. Сверху я начну швом. Сверху я начну швом. Осталось шить между собой деталь подкладки и внешнюю деталь сумки. Я выверну деталь подкладки на лицевую сторону и вложу ее внутрь внешней детали. Совмещу боковые швы и скреплю детали между собой. Я проложу шов по всему верхнему краю, по всему периметру. Единственное, что с одной стороны я оставлю вот этот кусок, центральный кусок, непрошитым. Это будет отверстие для выворачивания, через которое я потом выверну уже готовую сумку. Сверху я начну швом. Я выверну сумку на лицевую сторону. Сверху я начну швом. Сверху я начну швом. Расправлю все углы. И заутюжу верхний край сумки. Чтобы мне удобнее было одевать фермуар. Я заутюжила верхний край и проложила строчку, отступая от края 5 мм. Для того, чтобы, во-первых, закрепить между собой подкладку и внешнюю деталь. И также этим швом я закрыла отверстие для выворачивания, которое у нас оставалось. Сейчас я сложу деталь пополам и поставлю отметку. Это у меня будет середина. У фермуара середина – это вот это вот место между вот этими двумя деталями фермуара. Одеваю его на тканевую заготовку, совмещаю середину с центральным отверстием. И начинаю ввинчивать винты. Сначала центральный, потом от центра пойду вправо, потом от центра пойду влево. Если у вас что-то закрепилось криво, просто потом можно открутить винты и заготовку переставить. И обратите внимание, заготовку необходимо как можно глубже заправлять вот это углубление в фермуаре. Особенно обратите внимание на углы. Саморезы я вкручиваю крестовой отверткой под размер. Завинчу винты сначала с одной стороны, потом с другой стороны фермуара. Сумка готова! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! До свидания!